Работа начинается вечером, когда пешеходов на улицах становится меньше. Необходимость основательной очистки вызвана природными особенностями приморского города. Влажный солёный воздух – это серьёзное испытание для поверхностей. На стенах перехода появились неопрятные солевые пятна. Глава дал поручение привести его в надлежащий вид. Мы уверены, что в ближайшее время наш подземный переход будет эталонным. И, как поручил глава, все дальнейшие переходы в ближайшее время станут такими же чистыми и блестящими. Первый этап работы – глубокая очистка стены наземного покрытия. Затем на поверхность нанесут защитный слой материала, который считается одним из самых надёжных в мире. Метод, предложенный подрядчиками, уже использовался при приведении в порядок сучинских памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Помимо очищения, мы даём год гарантии, что соль не проступит и внешних её проявлений не будет. Работа в переходе будет длиться, по словам подрядчика, не более 15 дней. Затем генеральная очистка начнётся и в других переходах Сочи.